Совершайте перевороты, производите продукты и продавайте их скопщику, утилидируйте награбленное и найденное, отправляйте городом и строите свой департамент, развлекайтесь, пересылайте товары дронами и избивайте их, рейдите базы, минимум доната, только самые нужные прописки, удобное главное меню, XPRP, IP в описании. Вы когда-нибудь видели, чтобы человек врау на разборке так, будто играет на сервере в последний раз, врет с чувством того, что эта жалоба может оказаться последним в его жизни. Нет? Ну, значит я вам сегодня покажу. В этом ролике я снова ищу и наказываю нарушителей, либо путем обычного наказания своими руками, либо через подачу жалобы администратору. До какого-то момента я думал, что человек реально должен что-то нарушить, чтобы получить наказание, но сегодняшний материал, который я собрал совсем недавно, меня в этом переубедил. Это будни администратора на вас ТРП, IP вы найдете в описании, в сегодняшнем ролике мы будем наказывать донатных администраторов, школьников-краймеров и прочих дебилов. Приятного просмотра! Так, ну я чисто ради галочки возьму профессию диджея, там и так все равно на ней никто не играет, а я просто побегаю, попробую привлечь к себе внимание тем, что я просто присутствую на серваке. Наверняка ведь найдется какой-нибудь имбецил, который захочет что-нибудь со мной сделать, тем самым нарушив правила. Здорово. Понятно. Извините, просто задавал вопрос. Да, не извиняй. Вопрос один, вопрос шестер. Ну, да, давай. А, ясно, ясно. Маньяк, что поделаешь? Я тебя развязал, правда? Да, что там происходит? Прикольно он его придумал привязать. Так, ну, маньяк это окей, окей. Одного он быстренько связал, второго он прирезал, то есть меня. Все нормально. Он не летел в толпу куда-то там, не нарушал такие стандартные правила, которые делают ребята на большинстве маньяков. Сейчас идет Камчас, я пойду в излюбленное место около бандитовых школьников. Обычно здесь сидит, ну, куча просто болванов, которые крамят. Но в этот раз, кажется, никто не застроился. А, нет, все же есть такие люди. Ну, что-то никого нету, реально. Мне это не особо нравится. Я думал, я приду сейчас, а тут будут болванчики всякие на бандитах и громилах сидеть. Ладно, окей, пойдем еще что-нибудь поищем. Амуниция. А, вам, вы хотите приобрести оружие? Есть, нет. Оружие. А, тогда вам не к нам. Мне нужна ножка клитора для сборки оружия. Какого хуя нету ее у тебя? А, мы не продаем, точнее, я не продаю. Какую ножку, блин? Ты можешь нормально объяснить? Я что, ебу, что ли? Ну, я не знаю, ты понимаешь? Я не знаю, что это такое, блин. Ты посмотри, по моему голосу, мне 15 лет, блин. Мне 15 лет, ты понимаешь, что я могу знать, что это такое? И все, что это, я не понимаю. Энструмент, что это? Нет, клитор универсальная штука, это можно использовать как оружие и как пропитание, но если совсем тяжело. А, что-то закруглило, знаешь, что. Мы не продаем такое. Нет, нету. Че, псих, блядь, че-то несешь нах? Че, вылечишь от сюда, Матилана? Как общаешься, блядь? Класс, 7 с половиной. Держи, солнышко, держи, солнышко. Спасибо! И че это было, блядь? Ну, все, пусть там сидит. Ты видишь, у меня толган в руках, сука? Я включу сейчас удалитель и удалю нахуй с твоего рта зубы твои лишние. Пиздой, пиздой. Что ты мне, сука, ответишь на это? Обмудок, ебаный, блядь. Я пришел, сука. Я пришел коробку женских выделений купить, пидарас. Сука, шуганул деда, блядь. А все из-за чего? Все из-за блядской коробки в моем инвентаре. А то мне показалось, что он по зубам дали. У него рука дрогнет, блядь, выстрелить. Сейчас я ему приду, это и скажу. Старая рыжая хуйня, пляшивая. Отвечай мне на вопрос. Че тебе надо? Ты ублюдок, старый рыжий. У тебя рука дрогнула по мне стрелять, да, сука? Я выстрел в небо, два выстрела предупредительных. Ну, по мне рука дрогнула выстрелить, сука, слабенький ты. Ты ждешь, пока я с тебя начну стрелять? Нет, ждут, пока у тебя инфаркт, схватит, блядь. Больше не приходи сюда, уебок. Ничего себе сильное заявление. Сильное заявление. Я же говорю, он слабенький, он хотел по мне выстрелить. Я сейчас, сука, найду какого-нибудь отбитого, долбоеба. Он придет ему, последний его зуб гнилой вышибет. Нахуй. Эй, пиджак, пиджак. Стой. А, чел, а откуда вы просто сейчас удары? Понял. Не исправили, не спрашивали. Стой. Конечно, такой вопрос заданный. Такой вопрос, конечно. Когда-то встало, но... Интересно. Куда на кого я встал? Куда на кого я встал? Хотел поговорить, тебе работу предложить. Ну ладно, попу. Ну ладно, попу. На бутылку. Погоди. Пиджак, работать хочешь? Да стой, мы домой идем. Мы домой идем, постой. Так, слышь, у меня работа для тебя есть. Напротив здания бар называется. Нужен чел в красном костюме. Старый дед охранником работает. Разбей ему ебало. Плачу 30 тысяч. 15 час аванс. 15 после выполнения. Смотри, у него ствол. Пошли. Ты, кстати, не забыл? Не? Какой разговор, мужик, ты о чем? Ну супер. Давай, держи, солнышко. Спасибо огромное. Туда его нахуй. Вот такие вот небольшие рпшки, хоть даже и рофловые, теперь в моих роликах будет появляться все чаще. А все потому, что один из комментаторов в недавнем ролике оценил рпшку с полицейским возле телефона. Комментарии я читаю. Ребята, приятно слышать. Спасибо. Ребята, прикиньте, короче, он взял, но мы вообще не трогали, он взял на нас, блядь, этот, как его? Своих бойцов взял. Но мы всех разъеб... Потерялся, потерялся отсюда, потерялся, потерялся. Ой, блядь. Вот вы сейчас, наверное, напишите то, что я сам виноват в том, что следил за бандитами, когда они обсуждали свержение мэра, гуляя по улице. Обсуждали свержение мэра, гуляя по улице, которое является по правилам сервера общественным местом. Без особой на то причины, в общественном месте достали оружие и начали с ним щеголять, а также угрожать другим людям, которые просто стоят рядом. Ну камон, ребят, они меня прогоняют куда? На противоположный тротуар? Где тоже будет всё слышно? А то, что я слышал их обсуждение о свержении мэра, это в принципе не моя проблема, ведь я просто услышал их диалог, который они так открыто обсуждали, бегая по улице. Причём они бежали и обсуждали это от самой мэрии. При желании и наличии огромного количества свободного времени, можно тэпнуть всех и перебанить их за нон-рп. Доебаться до того, что бандиты в принципе такие диалоги не ведут так открыто, бегая по улицам города. А вот вам небольшой лайфхак по тому, как набить себе нормальное количество наказанных нарушителей, если вы хотите какое-нибудь повышение, будучи администратором. Не благодарите. Ну а я для затравки просто опиздюлю двоих из этой компании. Одного, кто угрожал оружием, другого, кто меня убил. Интересно очень получается. Что-то было, блядь. Нет, я нарушать не буду. Где-то тут была армия ТРП. Я помню, оно на этом серваке есть, но мне его нужно найти. А вот, армия ТРП. Понял. Так, значит, тэпим двоих сюда. Это у нас кто? Мистер Картошка. Блядь, Овнер, сука, конченый. Телепортировать. И ещё он лимит от Супер 1. А чё такое? Чё происходит? О, я здесь. А чё, на каком основании ты меня тапаешь? Какое? Да ты посмотри на мой пин. Мне интересно, какое у меня нарушение. Чё, армия ТРП? И что? Чё такое армия ТРП? Сначала поясни. И какое там нон-РП? Мы с себя собрались, хотели объявить войну мэру. И ты... Мне чё, это ебать должно. Я не знаю, но ты просто стоял там. Я армия ТРП и нон-РП. Ты это подслушал, сука. Что это, армия ТРП? Ты можешь сначала объяснить? Блядь, правила открой, дубина ёбаная, сука. На админке сидишь и не знаешь правил. Давай за срубление только. Но она куплена, если чё, так. Да мне до пизды, купил ты её, подарили тебе или ещё что-то. Ты на админке сидишь, ты правила не знаешь. Кого хуя я тебе должен сейчас объяснять? Я и не... Что значит правила армия ТРП? Открой правила и читай, ёб твою мать. Поскольку мои зрители не те самые одарённые ребята на экране, я вам могу объяснить, что я за правила им предъявляю. Нон-РП, потому что они бегают по улице и в открытую обсуждают свержение мэра, а также человеку угрожают оружием, что сопрягается с правилом армия ТРП, которое запрещает носить оружие в открытом виде в людном месте без особой на то причины. Тому человеку, который меня слил без причины, я приписываю фрикилл и киллзону. Фрикилл, я думаю, сами знаете почему. А вот с киллзоной не всё так просто. Челс какого-то хера подумал, то что тротуар возле его дома это его территория. Только так можно хотя бы немного логически объяснить, почему он решил меня убивать. Но даже если разборка отзеркалится на какого-либо другого игрока и администратор, который услышит вот такое оправдание, он, думаю, тоже скажет то, что это киллзона. Ну типа поймите, челс какого-то хера в голове себе выдумал территорию, стоя на которой с оружием, он может прогонять людей, а тех, кто его не слушается, он может брать и безнаказанно сливать. Это вполне себе тянет на неузаконенную киллзону, подробности, которые не обсуждали с администратором. Тебя слышно? Алло, он меня слышно. А вот, всё, наконец-то. Тях и килл. Киллзона и армитерпэнт. Два часа у человека, уже судородка или чё у тебя там. И что? Какой-то ютубер зашел поиграть. Армитерпэнт. И что? Это не от меня того, что ты долбоё правило нарушил? Да, без оскорблений, пожалуйста. В смысле, я не оскорбляю, называй вещи своими именами. В этом случае ты дубина. Но я тебя же не оскорблял, я тебе ничего не... А ты меня и не сможешь никак оскорбить. Как мне сможет оскорбить чел, который, блядь, в гаррисмот на серваке играет? Нет, ты для чего... С которым я вряд ли когда-то в жизни увижусь. Камон. Для чего ты сейчас на меня наезжаешь? Я тебе что-то... В смысле наезжаю? Ты мне, блядь, говоришь, поясни, что там, какое правило. Я тебе доходчиво объясняю, что, сука, открой правило сам через F4. Читай, что такое армитерпэ. Ты спросил, какое нарушение? Я тебе ответил. У тебя армитерпэ и нонерпэ. Молодец. Теперь ты. Болван младший. Какой младший? На тебе, бань меня, блядь. Ну у меня пинг эти дыша, у меня жёсткий пинг. И что? Меня ебёт, какой у тебя пинг? Ты намеренно взял на меня, нацелился и ёбнул, пока стоял... Ещё кто-то со мной говорил. У меня пинг очень большой. Да меня не ебёт, какой у тебя пинг? Ты намеренно взял нацелился, блядь. У тебя что, залип клавиши был? Или ты ошибочно из-за пинга на меня навёлся? Потерялся отсюда, потерялся, потерялся. Бой, блядь. На одного единственного тела. Не знаете, я уже пинг-зинец, я сейчас херва пинг-зинец в области убил. Пиздец, ну ладно, чешу и дальше. Вот тебе форс, там она. Фрикил и... Одиннадцатая. Фрикил нонерпэ и армии Трпэ. Супер. Фрикил и армии Трпэ. Фрикил армии Трпэ и нонерпэ. Какой нонерпэ? А куда? Ну оттуда же. Откуда выходит и армия Трпэ и Фрикил. Ладно, баня, баня, баня. Ничего подробно объяснить, откуда нонерпэ взялся. Да я говорю, нет, всё, всё баня. Но я тебе на будущее могу сказать. Ты стоишь, обсуждаешь то, как создать переворот мэра, и в этот момент ты начинаешь ебашить челов, которые просто проходят мимо или же стоят рядом. Ничего не делаю. Прикольно у тебя тут. Да, вообще, классно. После этого я начинаю сродить за игроками, которые находятся там. Они всё так же в открыто обсуждают свержение мэра, стоя на улице. Немного спойлеров. Они попробовали зарейдить мэра, но каждому из них госы разбили хлебало. Не особо такой спойлер, согласитесь, но причина этой войны была названа так. Жажда власти. Это сука самое, самое частое, что случается на Дарк РП, это жажда власти. В ком-то она внезапно просыпается, а чем она проявляется и как, непонятно. Абсолютно каждый бандит младше которого вы тэпните, который ещё указал в причине войны жажду власти, не сможет вам нормально объяснить, в чём она проявляется. Почему я, не играя за какие-либо крем профессии, могу с лёгкостью накидать несколько нормальных, адекватных причин, которым можно будет классно объяснить администраторам или же игрокам. Всё просто, потому что для них интерес войны с мэром, это просто постреляться, прийти, поебашиться и пойти дальше сидеть на манике. Никому почти в голову не приходит то, что можно объяснить даже эту сраную жажду власти, хотя бы более-менее логично. Ну вот, мы пошли зарейдили мэра, мэр убит, мы переизбираем в мэры нашего человека, чтобы, например, нашему клану было более выгодно играть на серваке на время жизни нашего мэра. Например, нас не будут рейдить госы, или же на улицах обыскивать какие-либо полицейские. Такое бы объяснение потянуло бы на твёрдую четвёрку, но большинство войн с причиной жажда власти заканчивается тем, что да, они, возможно, убивают мэра и идут дальше дрочить манике. Охуенно! На ваших экранах я уже возвращаюсь на открытую территорию, которая является общественным местом. Там они всё ещё продолжают в открытую обсуждать предстоящую войну с мэром. «А чё ты? Ты же как-то ты сам вчера говорил, что мне я требую экшена. Вот ты сейчас будешь экшен». «Да я согласен». «Дрантучи». «Аружево бери, убери, оружево бери, убери, оружево бери». «Свободный человек». «А ты откуда?» «Да откуда?» «Ричко». «Короче, давайте вот вот это, вот две трансы своих». «Нашёл чела, который не тимится тут ни с кем, блядь». «Такой у вас незачем». «Ой, такой её надо было». «Сыканул». «Отправил я его вниз». «Подожди». «Подожди». «Сейчас я это наберу. А можно помочь войну объявить?» «Ну, вдруг убросил, я не знаю, это да или нет, но по сути, сейчас что-то будет интересно». «Блин, я не знаю, это за ННРП сойдёт, что они войну обсуждают прямо при госе». «Ой, ФБРовец, а ну давай иди, я тебе не мешаю». «Минуту внимания, небольшое пояснение. Насчёт этой фразы я тебе не мешаю». «Посмотрите чат, там человек пишет о том, что здесь ходит ФБРовец». «Его претензия выглядит именно так. Чё он тут ходит?» «А если бы он его реально убил, то на разборках бы он сказал, «А какого хера он ходит и подслушивает, что мы здесь обсуждаем?» «Сука, так вы дебилы это обсуждаете в людном месте, тут может ходить абсолютно каждый». «Клянусь, блять, я на стриме зайду как-нибудь в такой момент на сервак, когда будет очень много онлайна, и приду туда со своей подписатой, где будет очень много бандитов, которые будут делать что-то криминальное в общественном месте, и, сука, каждый мой подписчик на вас будет, блять, подавать жалобу, долбоёбы». «Это один из немногих случаев, когда я хочу направить своих подписчиков и зрителей в немного правильное русло, как я думаю». Так вот, убить этого ФБРовца он не убил, но по факту, если бы он его забрал, то, получается, у чела был бы фрекил. И это их тоже нисколько не смущает. «Так, давай-давай. Вот вообще, не досматривайте, там сейчас будут писели меряться. А, он уже вышел с другой стороны, ну гений». «Так, вот скажи». «Чё тебе тут?» «Вправде». «Сильно вправде, долбоёб, блять». У него другой вопрос спрашивают. «Сила вправде, блять, придурок». «Объявляй войну, Побэр, пожалуйста». «Мы его тут собрались». «Постройки ещё всего, Побэр». «Зайдите в здание, всё». «А, да-да-да». «Да, ко мне, ко мне, все ко мне». «У них, оказывается, чтобы объявлять войну, нужно сначала утвердить это с администраторами. Это очень классно. «Вышел раз, вышел два, вышел три». «Угу, я наёмный». «Жажда власти». «Какая нахуй жажда власти? Что она тебе, блять, даст? Ты что до войны? Что после войны с мэром? Ты будешь просто сидеть на маниках, блять. Что тебе эта жажда власти даёт? Я не знаю. Только максимум жажда писать такую хуйню в причину. Слушай, а чё это за причины войны такие ебанутые? Там же жажда власти как таковой нету. У них, блять, жажда максимум сидит на маниках. Они что до войны, что после будут сидеть просто маники драчить. Считаешь, вот правильно, конечно, но фактически они же не нарушают ничего. Ну, блять, я тут ничего не могу поделать. Хотя могу сказать выше, чтобы переписали, да? Ну, я не знаю, но как-то было бы интереснее, когда, например, типа они идут целенаправленно хуярить мэра, потом один из них быстро идёт избираться. Ну, это хотя бы так было бы уместно. Не, я помню, я так делал, да. Вот жажда власти, ну, в принципе, сейчас можно это организовать, чтобы я как бы из них поставил сашу. Смотри, вот сейчас, смотри, заканчивается война. Вот давай просто чекнем с тобой, подождём, посидим. Вот когда закончится война. Они же должны написать в чат об этом? Ну, да. Вот, смотри, Борщ объявил войну. Борщ объявил войну. Да. Вот сейчас смотрим. Заканчивается война. Чё они будут дальше делать? Они меняют профа на ГОСа, не знаю, какого-нибудь? Нет, скорее всего, потому что им бы только бы постреляться, сам понимаешь. Это частое явление. Но когда я заходил, такого не было. Так это ж можно доебаться до РДМа и фрикелов. Вот именно. Молодец. Правильно. Да. Ну, смотри. Хочешь всех откинуть, да? Да. Ебать это коварный план, слушайте. Слушай, ну я их не просил войну объявлять по причине жажда власти. Ну, фактически. И ничего после этого не делать. А там у них клан Краймеров, ну, типичных бандитов старших и младших, блядь. И не совсем бандитов среднего калибра. Вот, КамЧАС объявили, подожди. ГОСа-24 на 7 НЛР от укриминала все пятеро. Ну чё? Да, я не знаю, им распиздону строили ГОСа или нет. Если да, то я очень рад. Да? Да. Их распиздошили. Тогда можно доебаться хотя бы до одного. Просто узнать, в чём жажда власти заключается. Ну, не, можно просто спросить, что они бы после убийства мэра делали. Вот тут можно уже... Это слишком прямо, он сразу напридумывает хуйни всякой. Типа, вот, я улучшу экономику. Ну, вот это вот, блядь, бредни всякие. Меня президенты школы так будущее не врали. Неплохо. Ну, давай, хорошо. Подожди, щас, 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 я типа ЖБ подам. У меня жалоба на главу бандитов. Глава бандитов, хорошо. Щас телепортирую. Админ, пожалуйста, вебх, пожалуйста, уйдите отсюда. Да. Человек жалуется на вас за то, что... Вот, как я понимаю, нарушение правил войны. Ну, скажите. Смотрите. Жажда... Можешь, в принципе, начать, диджей, товарищ. Можете, в принципе, спрашивать у него вопрос. Жажда власти. Она проявляется в том, что мы хотим поставить своего человека власть и свернуть текущую власть, потому что она нам чем-то не нравится. Насколько я знаю, тот человек, который меня позвал, чтобы я объявил войну, он мэр им чем-то на пакости. Вот так. Все, что я знаю. Внимание, для тех, кто не понял, я перефразирую. Я объявил войну мэру без особых на то причин у себя и у своего клана, но меня позвал знакомый, который хочет просто с ним повоевать. Ну, а хули нет? Я же не просто так сижу на главе бандитов. То есть конкретно у этого клана и у этого главы бандитов не было особых причин на то, чтобы начинать войну с мэром и идти ебашить почти полсервера, считайте. Думайте, как хотите, но идти стреляться просто с игроками за компанию с кем-либо, это такое из тебя оправдание войны. Пиздец. Я пересматриваю на стадии монтажа и слышу вот сначала фразу то, что вот мы хотим поставить своего человека, думаю, о, вроде бы что-то адекватное, а потом, да меня позвал какой-то чел, у него там какие-то с ним свои личные счеты, а я так, ну чисто считайте за компанию. Блять, ну скажи ты просто о том то, что, ну вот, мы предлагали мэру свою защиту от своего клана, он нас отшил, причем очень грубо. Нам это не понравилось, мы решили ему преподать урок, тем самым еще и свергнув власть, и заняв ее каким-нибудь своим засланным казачком. Сука, это было бы просто лучшее, что я слышал бы от школьника за последнее время. Но в итоге на жалобе он начал увиливать, постоянно меняя тему. То его позвал друг за компанию, то у них жажда власти. Самый большой прикол в том, то что он вот этой войной ни одного правила не нарушил. Мы его тэпнули просто, чтобы уточнить, что это за причиной войны и что бы за ней последовало, если бы они выиграли эту войну с мэром. Он с какого-то хера пересрался, начал сваливать все на того друга, который его позвал за компанию и начал врать администраторам. А это уже нарушение правила, вот заблуждение. Вот знаете, что я могу сказать, потому что вам мэр чем-то не понравился, как вы сказали, я... это неадекватное объявление войны. Так нет. Чем? Если мы просто хотим поставить своего человека во власть, то есть кто-то, кто будет править так, как мы хотим. Жажда власти, что это называется, нет? Не, ну... Мы же это хотим сделать по-другому. Ну как, как? Свернуть текущую власть, поставить своего человека? Ну да. А что в этом плохого, я понимаю? Это что, разрешено войну? Просто постреляться? Серьезно? А что за другого? Так, война разрешена, причем тут причины чего? Не, можете сюда текнуть человека, которым он там на солью или нет? И все. Да, там уже снимаю. Я объявила войну просто, по его, типа, заказу, скажем так. Ну и с ним пошел, собственно, мучить. Мы думали, что они нормальные, а сейчас она не намечила войну. Ну не совсем по заказу, он тоже как бы отъявляется в бандитской сфере, и все. Я знаю, глава бандитов, вы сейчас путаетесь в своих высказываниях, так сказать. Вы путаетесь. Сора Эми, у него не как Громила, Сора Эми. Я вижу здесь уже НРП, потому что глава бандитов, который самый-самый главный, несмотря на то, что у него меньше ХП, чем у других в Крим-профессии, он принимает заказ на начало войны у какого-то ебаного Громилу. У какого-то ебаного Громила он берет заказ на то, чтобы начать войну, а он сам до этого догнать не может? Мы пришли как бы тоже к бандитам, ну как бы тоже к сфере ее деятельности, у которых, ну как, никак не в хорошей сфере. Мы пришли к ним, думали, ну какая-то я организовала на помощь, как бы сказать. Так как они хотели обидеть, ну вот и все. Челы откровенно краймят. Вы это видели по ситуации со мной. Я еще отмечу на стадии монтажа еще один момент, где они друг у друга банально, ну, фрекил заказывали, просто потому что чел рядом ходит. Я в ролике. Чел, ты не в ролике, ты в жопе сейчас. Будешь правильно отвечать, то возможно из жопы ты вылезешь. Возможно даже без нарушений. Прошу прощения за долгую задержку. Да, привет, привет. Слушаю. Ну да, слушаю. Что случилось? Он не заказал, он просто позвал меня на помощь, чтобы я хочу, чтобы не было зимой и доставить. Где я заказывал войну, просто? Где ты позвал войну? Это Дэвил, а скажи, что я нарушил, когда что? Я не у тебя спрашиваю, я... Сейчас данный игрок будет вам задавать вопросы. Понял, понял, да, да, слушаю. После чего я буду вердиктов износить. Хорошо, хорошо, слушаю тебя, диджей. А мне можно вновь вердиктов? Нет. Кто заказал? Я ничего не заказывал. Ничего, никогда, ничего не... Жратву не заказывали. Что ты хочешь вообще? Какое, что я нарушил? Ты повтори, я не понимаю. Склады, достаточно общественное место, улица. От начала до начала. Они не на улице. Они вроде же не на улице, дело не понял, я еще раз. Ну, смотри, склады за мэрией находятся, к ним дорога ведет. Улица от начала до начала, там где лифт, еще вниз. Короче, дорога и тротуары, это общественное место достаточно? Дорога, тротуар, да, это является общественным местом. Ага. Они минут пять, может быть, ходили, обсуждали это, как они будут делать войну. Там проходил. Там, если я не ошибаюсь, еще ФБР был, вроде как. Смотри, в их глазах это был как раз-таки ФБР. ФБР, извиняюсь. Еще в их глазах был гражданский, то есть я при нем. Они, получается, все это обсуждали. То есть это их вообще никак не смущало. Это был киллер, на самом деле, под маскировкой. Но в наших глазах на тот момент это был для всех ФБР. Даже я так думал. Я даже его не знал. Вот, теперь знаешь. Потом я услышал, просто проходя мимо, ну я же хожу по общественному месту, я услышал, что один из них, кто там гуляет, наталкивает другого на то, чтобы пойти просто, ну, взять, слить чела. Ну, типа, о чем тут ходит? Объективной причины на это не было. ФБРовец, тот якобы, который был киллером, он в этот момент успел убежать из склада, что его, в принципе, спасло. Но если бы он не убежал, если бы он решил там еще немножко стены поразглядывать, то кто-нибудь из них все-таки нарушил бы фрекил. Да, верно. Ну, смотри, в принципе, что я сейчас могу сказать насчет данной жалобы, Берш. Это обман администрации, потому что ты сначала говорил то, что заказывал, а Громила сказал то, что не заказывал. В итоге сейчас в твоих глазах это, в наших глазах, выглядит как обман. Подожди, они все вместе? Вы все вместе, Рейд? Да, мы все вместе объявляли войну. А, подожди, это делается же вроде бы одним кланом. А там по кланам вроде нет у нас такой субкультуры. Просто главное, чтобы были эти люди с криминальной деятельностью. Но он нам сначала говорил, что ты у него пришел заказывать войну. Потом он просто говорит, что ты пришел, предложил войну. И он вот так вот от версии к версии скакал. Смотри, смотри. Но ты там фигурировал. Смотри, смотри. Стой, стой. Хочешь я тебе даже демку покажу? Хочешь демку покажу? Демку чего? Как все было? Ну, как все было? Как... Да я не знаю, как все было. Точнее, я слышал. Ну, просто я не знаю, как это объяснить. Просто вы пришли и начали на меня гнать, что я что-то не так сделал. Давайте... Да на тебя никто не гонит, что ты что-то не так сделал. Теб нужно, чтобы выяснить, что он говорит. Правду или нет? Выяснилось так, что ты у него войну, по его словам, как он говорит, не заказывал. Все. Нет, 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 нет. Что нет? Я тебя не заказывал. Все, все. Не заказывал? Молодец. Значит, у него за обман администрации, за попытку увильнуть и смену темы постоянно, у него обман. Потому что он не может нормально объяснить подробности вот этой войны, которую они объявили. У него спрашивают, жажда власти в чем проявляется? Ну, просто поставить человека. Я говорю, ну, станьте госами, туда напихайте своих людей. Потом мэра свергните каким-нибудь общим голосованием. Ну, это как один из вариантов. Потом я спрашиваю про то, как вообще война началась. Он говорит то, что вот у меня один чел заказал ее, пришел. Потом он говорит, что все-таки этот чел пришел в сотрудничество, что-то типа такого, предложил вместе объединиться против мэра. Потом мы тэпаем тебя и задаем тебе тот же самый вопрос. Ты у него, типа, заказывал войну или что-то в таком духе? Ты говоришь, нет. Значит, у него обман. Ты тут так, для прояснения всего лишь. Ну, я понял, понял. То есть он, типа, так, извиняюсь, мисклик. То есть он взял, типа, и начал гнать, типа, кинул жалобу, как я понимаю. Ну, чтобы просто одному в соло по жопе не получать, поскольку глава же бандитов войной вот этим всем занимается. Он за это и отвечает. Он решил на тебя спихнуть. Понял. Ну, короче, у нас началась война кланов. Видимо, из-за этого начал мне подосрать. Ладно, я... Реторните меня, я как бы хочу поиграть, вот. Тебе я желаю удачи и, чувак, удачи с твоим планом. Хорошо, спасибо. Боже, ты будешь забанен по причине обмана администрации, а точнее, в заблуждении. А, насколько хочешь забанить? На сколько, товарищи, держите? Средний срок. Два часа. Два часа это... Это именно максимальный и минимальный. То есть два часа за обман. Ну, двушка-то, да. Как и предписано в правилах. Бля, прикинь, чел... Чел сделал войну, чел пошел отвоевался, получил пизды, тэпнули просто, сказал бы правду, как и есть, отпустили бы. Нет, он начал еще что-то спихивать на другого человека. Охуеть можно. Причем, при всем при этом, он формально не нарушил правила войны, бля. Знаешь, чисто мой совет, когда ты на жалобу появляешься, лучше не сразу все начинать говорить. Лучше пересмотреть демку, чтобы убедиться в своих словах. Потому что ты просто себя, грубо говоря, гонишь с другими в левом... Ты понял, в чем прикол? Да, я понял, что он... Стой, подожди, не бань, ты понял, в чем прикол? Да, я понял, понял. Ну, в чем прикол, давай, расскажи. Сейчас, я сейчас хочу вопросиков позадавайте. В чем прикол, ты понял? Ну, в чем он заключается? В чем заключается этот большой прикол? В том, что я сейчас по своим же словам, и меня просто везде... В том, что ты ни хуя ничего не нарушил, но тебя тэпнули на жалобу, и я создал, блядь, тебе нарушение из нихуя. Ты теперь формально нарушителем считаешься, правило, обман администрации. Просто потому, что я с тобой поговорил. А как администрация должна работать? Я в чем-то сейчас провинился или что? Я вот просто понять не могу. А что с администрацией не так? Я жалобу подал, он ее разобрал, я позадавал тебе вопросов. Тэпнули сюда чела, про которого ты говорил. Чего подтвердил, то что ты искал неправду. Блядь, это прикинь какой-то абсурд. То есть тут соглашусь, потому что ты, вот ты сейчас сам гонишь сейчас на админов, то что мы виноваты. В чем мы виноваты, если мы... Ты сам себе дров наломал, блядь, на два часа. Ты сам себя вогнал, вот именно. Сейчас я еще на первоматчу отлечу, я его отвечаю. Блядь, 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 блядь. Просто прикинь, чел не нарушил правила войны, как раз в ситуации, из-за которой его тэпнули сюда. Если бы он нормально объяснял насчет войны, он бы ушел отсюда через минуты две-три, в лучшем случае. В итоге он напизделся так, что подтянули за руку того чела, про которого он говорил, хотел спихнуть. Чел в итоге сказал, я, блядь, не знаю, что он несет, он поехавшим, пиздит. Его убрали отсюда. Остается здесь один пиздобол, который правила РП ничего не нарушил, а администратора пытался наебать. Думал, что он реально что-то нарушал. Сука, я с тобой просто поговорил, а ты умудрился нарушить, блядь, он на РП-зоне правила, че, всем ебанутый. Дай ему двушку, блядь. Ладно, все, давай, блядь. Давайте удачи. Это даже лучше, чем, это даже лучше, чем многоходовочка с войной. Да, заходи, что я себе, блядь, наговорил, блядь. Субтитры сделал DimaTorzok